В Армении некоторые воспринимают мирный договор как начало новой эпохи, за что власти говорят, где будет мир и процветание. На самом деле этот договор может в обратную сторону соединяться. В этом случае мы видим, что если говорится о определении статуса и уточнении статуса, но не сказано о самоопределении, это разные вещи, и не сказано о праве на независимость, то это уже совсем о другом идет. Если Азербайджан, имея поддержку Турции и, соответственно, Запада, НАТО, если они захотят тоже попросить Россию уйти, когда договоренный срок пятилетний окончится, то Россия может признать права. Власти Армении пытаются, действующие власти, они пытаются урегулировать вопрос и решить вопрос путем договоренности. Но договоренности являются результатом силового баланса. Если ты не обеспечиваешь силовой баланс, то договоренности соблюдаться не будут. Люди, которые выбирали действующую власть, даже те люди, которые их реально выбрали, они не давали, не уполномачивали их на то, чтобы сдавать корабль. Добрый день, в эфире Реалунг ТВ. У нас в гостях эксперт по региональным вопросам Карен Агитян. Добрый день, Карен. Здравствуйте. Спасибо, что приняли наше приглашение и пришли в нашу студию. Спасибо за приглашение. Карен, вот сегодня самая актуальная тема в Армении – это, конечно, приезд Лаврова в Армению. Он прибыл с визитом и уже была пресс-конференция. Давайте начнем с обсуждения, какие самые основные акценты вы выделили из пресс-конференции, совместной пресс-конференции Арарата Мирзуяна и Сергея Лаврова. На что нужно обратить внимание? Я бы обратил внимание на несколько аспектов. Во-первых, речь идет о том, что идет согласование так называемого мерного договора между Арменией и Азербайджаном. И Лавров отметил, что это делается на основе тех пяти пунктов, которые предоставил Азербайджан, и все потом на них Армения ответила. На самом деле, ответ Армении был очень похожий на то, что они просто взяли азербайджанские пункты, немножко их перемешали, сделали из них шесть и дали обратно. То есть проблема, вижу, именно в том, что, по сути, переговоры ведутся на основе азербайджанской позиции. Переговоры о мирном договоре. Ну вот, говоря об этих пяти пунктах, очень много критиковали их, что они, в принципе, не отражают интересы армянской стороны, они больше отражают интересы азербайджанской стороны. То есть получается, что ведутся переговоры, которые не отвечают армянским интересам национальным? Очевидно, что они не отвечают. Дело в том, что Азербайджан, он всегда вел переговоры, исходя с позиции силы. Даже тогда, когда на поле боя или на границе он не был сильной стороной. Но пытался все равно вести переговоры, исходя из этой позиции, исходя из того, что в долгосрочной перспективе Азербайджан более богатое государство. И, соответственно, сейчас в наше время уже экономическая мощь, она коррелирует с военной мощью, трансформируется в военной мощью. Поэтому Азербайджан всегда вел переговоры с позицией силы. Но с позицией сильной стороны, да, не именно военной силы. Но предыдущие власти, они могли этому противодействовать и противодействовали. То есть в итоге у Азербайджана оставался один аргумент, но мы применим силу. Если вы не будете слушать то, что мы говорим, вести переговоры на основе того, что мы говорим, то мы применим силу. Но в итоге после Апрельской войны, значит, этот последний аргумент, последний козырь Азербайджана, он был бит. Потому что они 10 лет, больше 10 лет угрожали, что начнут войну. Ну, начали войну и ничего не добились. После этого уже переговоры пошли в том русле, о котором уже сам Алиев говорил, что вот меня заставляют признать независимость Карабаха. Он дважды это говорил. Один раз осенью 16-го года после Апрельской войны, и второй раз вот уже совсем недавно в связи с украинскими событиями. То есть эта позиция Азербайджана, она не менялась. Изменилась позиция армянской стороны. Если раньше армянская сторона исходила из того, что на земле баланс сил в нашу пользу, в том плане, что Азербайджан не может, значит, военным путем решить конфликт, и, соответственно, его силовая аргументация не работает. То сейчас, когда силовая аргументация Азербайджана сработала, происходит следующее. Азербайджан пытается закрепить юридически, документально свои достижения. Достижения делятся на две части. То есть это то, что они смогли взять непосредственно силой, войной, и то, что они смогли продавить уже переговорами. То есть это касается и тех территорий, которые были сданы в ночь согласно соглашению 9 ноября. Это касается и территорий, которые были им сданы позже на основе каких-то устных договоренностей. Это дорога Горецкопан и так далее. Сейчас Азербайджан перешел к следующей стадии. Он хочет закрепить все свои достижения. Это раз. И создать задел на будущее. Это очень важный момент. Потому что в Армении некоторые воспринимают мирный договор как начало новой эпохи, то, что власти говорят, где будет мир и процветание. На самом деле этот договор, он может в обратную сторону сыграть. То есть Азербайджан закрепит все, что он хочет, а в дальнейшем, если, например, там будет пункт о признании Карского договора, то по Карскому договору есть ряд сел Армянской ССР, которые по Карскому договору не являются территорией Армянской ССР. Азербайджане, естественно, об этом хорошо знают, неоднократно об этом писали их специалисты. Если будет, например, такой пункт, то Турция на нем настаивает. Власти Азербайджана и Турции регулярно заявляют о том, что они работают скоординированно по армянской тематике, что это скоординированно работает двух стран. То есть если раньше удавалось отцепить процесс армяно-азербайджанского и нагорно-карабахского регулирования от армяно-турецких отношений, то сейчас это идет в одном пакете де-факто. Соответственно, этот новый договор может создать задел для Азербайджана для последующих развитий. Например, если там будет вопрос о том, что какие-то беженцы могут возвращаться. Например, азербайджанцы, которые жили в Армении, будут возвращаться. Во-первых, в Армении нет возможности проверить, кто эти люди. Во-вторых, мы прекрасно понимаем, что у Азербайджана экспансионистские планы, озвучиваемые на высшем уровне, прописанные от учебников до документации официальной, они никуда не делись. Соответственно, будут приезжать такие Рамели Сафаровы, которые будут создавать конфликтную ситуацию на будущее. И здесь я вижу очень большую проблему. Говоря про пять пунктов, которые выдвинули, сторона выдвинула Азербайджанская, там они выдвинули требования о признании территориальной целостности Азербайджана, и армянская сторона ответила, что она признала эту территориальную целостность. И при этом сегодня во время пресс-конференции обсуждался вопрос Карабаха. Арарат Мирзуян заявил, что помимо того, что будут обсуждаться вопросы безопасности народа, армянского населения Карабаха, также продолжится обсуждение статуса. То есть, как это получается, что Армения признала территориальную целостность и при этом статус? То есть, позиция армянской стороны, она не противоречит сама себе? Как ни странно, нет. Дело в том, что армянская сторона, если вот мы всегда должны в динамике смотреть процесс, то есть, действительно, лидеры Армении на протяжении, ну, с момента независимости, неоднократно на словах, на уровне заявлений признавали территориальную целостность Азербайджана. Но они всегда подчеркивали один пункт, что вопрос Арцаха не относится к вопросам территориальной целостности Азербайджана. Что так как Арцах самоопределился, и переговоры ведутся о том, чтобы был еще один референдум, где опять же будет вопрос о самоопределении, то самоопределение к вопросам территориальной целостности не имеет отношения. Так, какова была позиция армянской стороны раньше? И было сказано, что Арцах не может подчиняться Азербайджану, что речь идет о независимости и так далее. Сейчас ситуация немножко другая. Если Армения подпишет документ о признании территориальной целостности Азербайджана, то потом уже настаивать, что Арцах не входит в эту территориальную целостность, уже будет сложнее. Это первый момент. Второй момент, когда они одновременно говорят, что есть еще вопрос статуса. Дело в том, что в рамках территориальной целостности Азербайджана тоже может быть какой-то статус. Например, на бумаге у Нахичеванской автономии довольно высокий статус автономной республики. Это выше, чем было у Нагорно-Карабахской автономной области в составе Азербайджанской СССР. Поэтому это создается эффект географической картинки, которая часто применяется в манипуляциях, когда слова сказаны таким образом, чтобы одна сторона, которая хочет увидеть что-то проармянское в данном случае, она увидит там это проармянское, но на самом деле этого не будет. Стоит изменить угол зрения, и мы увидим совсем другую картину. В этом случае мы видим, что если говорится о определении статуса и уточнении статуса, но не сказано о самоопределении, это разные вещи, и не сказано о праве на независимость, то это уже совсем о другом идет речь. Вот здесь нужно вот эти, если вникать в нюансы, в детали, самоопределение, народ сам должен определить, что он хочет. Определить статус можно на переговорах. Азербайджан никогда не согласится, я им многократно это говорила, даже когда проигрывали на поле боевых, что они не согласятся с независимостью Карабаха. Поэтому позиция армянской стороны, если отбросить дипломатический дым вокруг завес, то мы просто увидим, что да, мы ведем переговоры о статусе Карабаха. Учитывая, что глава де-факто правительства Пашинян уже говорил о том, что нам нужно снизить планку в вопросе статуса, то армянская сторона речь о независимости Карабаха уже не ведет. Понятно. И вот интересно поговорить про роль Европы, Европейского Союза, который тоже пытается активно участвовать в переговорах. В Клинице, так сказать, недавно буквально в Бреселе произошла встреча, и после этого там тоже риторика была на уровне обеспечить безопасность и права населения армянского населения Нагорного Карабаха. И при этом буквально после этого вышла публикация на российском сайте РИА Новости, где взяли интервью у госминистра Республики Карабах, и там как раз написали именно Республика Карабах. После этого сайт, вы знаете, заблокировали в Азербайджане. То есть тут я немножко соединила два вопроса. Позиция Европы, что она хочет так вклиниться. И после этого вот, что российский сайт, он вот так вот пишет Республика Нагорный Карабах. Это тоже мы можем рассматривать как какая-то позиция российской стороны. Ведь мы знаем, что такого уровня сайт он не может как-то писать сам от себя. Думаю, что можем. Насчет вклиниться, ну, вы процитировали Марию Захарова, представителя МИД России, который сказал, что Евросоюз пытается вклиниться в процессе регулирования. И выразила надежду, что это действительно будет способствовать регулированию, а не будет какими-то геополитическими играми. Ну, то есть, опять же, если переводить дипломатическое язык на общегражданский, то она сказала о том, что вы занимаетесь геополитическими играми и мешаете нам регулировать проблемы. Теперь, что происходит на самом деле? Евросоюз или, можно сказать так, коллективный Запад, НАТО, как угодно можно назвать это, они пытаются перехватить инициативу России. Потому что, если задача НАТО была в том, чтобы убрать Россию из региона, то война, которую всеми силами поддерживал союзник, основной оператор НАТО в регионе Турция, она закончилась не тем, что планировали, а, наоборот, усилением присутствия России, как в Карабахе, то есть, возникло присутствие России в Карабахе, так и в самой Армении. То есть, поэтому понятно, что американцы и Евросоюз пытаются, значит, каким-то путем перехватить инициативу, сами взять на себя роль, значит, модератора конфликта и роль в урегулировании взять на себя, тем самым, опять же, создать условия, при которых они смогут, значит, вытеснить Россию и из урегулирования, и, соответственно, из региона. Естественно, что России этот подход не нравится, они не для того вошли в Карабах, только чтобы, значит, Евросоюз перехватывал инициативу. И, соответственно, Россия показывает, что, если Азербайджан, находясь, значит, имея поддержку Турции и, соответственно, Запада, НАТО, если они захотят, значит, тоже попросить Россию уйти, когда срок, оговоренный срок пятилетний окончится, то Россия может признать Карабах. Этот вопрос России, российские представители, неформально, не публично, насколько мне известно, несколько раз поднимали с представителями Азербайджана, и это Азербайджанцы понимают, что если они слишком надавят, то они действительно не оставят России другого выбора, как признать эти республики. Эту республику, потому что Россия уже показала и на Южном Кавказе признание в Осетии и Абхазии, а сейчас уже в Донецких республиках, Донбасса и, значит, Донецкой и Луганской республики. А Россия показала, что она может долго терпеть, она может подписывать промежуточные документы о том, что они готовы на какие-то уступки и так далее. Но с какого-то момента, если им не оставляют выборы, они просто признают республику и остаются там уже по просьбе этой республики. Азербайджане тоже понимают. И вот сейчас активизировался процесс делимитации, демаркации границы. Уже несколько было совещаний. На Ваш взгляд, вот этот процесс, он к чему ведет? Сейчас все говорят о мире, но, как знаем, когда говорят о мире, может быть, нужно и готовиться к войне. Есть такая опасность или все же сейчас процесс ведется в мирное русло? Такая опасность есть, естественно. Вот вы напомнили, что когда говорят о мире, часто идет к войне, я напомню самый известный случай, когда другой премьер-министр другой страны, это был Чемберлен, премьер-министр Великобритании, в 1938 году поехал, значит, договорился в Мюнхене с Гитлером, сдал ему Чехословакию, то есть все, что Гитлер хотел от Чехословакии, он ему предоставил, сказал, хорошо, можете брать, и заявил, что я принес эпоху мира для нашего поколения. Вот что заявил Чемберлен, уже на следующий год началась самая кровавая, самая большая война в истории человечества. Значит, и самое главное, что она началась, это не просто последовательность событий, там есть причинно-следственные связи, то есть когда милитаристы, реваншисты, а в случае с Германией еще и нацисты, кстати, в случае с Азербайджаном тоже довольно похоже государство они создали, значит, то идут и что-то получают путем давления, путем угрозы войны, то естественно, что они после, как их требования удовлетворяются, они идут еще дальше и требуют еще больше. Это естественный процесс. Более того, сейчас уже в Европе настает понимание того, что концепция политического реализма оказалась, значит, более реальной, чем концепция либеральной теории международных отношений, потому что Жозеф Боррель, то есть это представитель Евросоюза, человек, который вся структура вела пропаганду о том, что нужно сотрудничество, то есть в рамках либеральной концепции, недавно заявил буквально цитату из классики политического реализма, заявил, что мир не есть естественное состояние для человечества, что естественное состояние является война. То есть раз война естественное состояние человечества, то мы должны понимать, что тут возникает вопрос силового баланса. Власти Армении пытаются, действующие власти, они пытаются урегулировать вопрос и решить вопрос путем договоренности. Но договоренности являются результатом силового баланса. Если ты не обеспечиваешь силовой баланс, то договоренности соблюдаться не будут. Они будут закреплять то, чего достиг оппонент, в данном случае Азербайджан или Турция, и создавать базу для последующих претензий, как, собственно, Азербайджан и Турция делают. Поэтому, действительно, вы правильно заметили, что когда делаете предложение о мире, и это делается после войны, и делается для закрепления результатов, при том, что мы видим, что экспансионистские планы никуда не делись и озвучиваются на высшем уровне, то да, это может быть прелюдией к началу новой агрессии. И вот можно теперь обратиться к внутриполитической ситуации. Опять же, сегодня было озвучено, что якобы в Армении нет внутриполитического кризиса. Вот Мирзоян об этом сказал. Ваше мнение о внутриполитической ситуации Армении? Внутриполитическая ситуация сложная. Смотрите, дело в том, что проблема нашего общества состоит в том, на мой взгляд, что люди не совсем понимают политические процессы, которые у нас происходят. 90% населения Армении, согласно последнему обросу Кавказского баронетра, против того, резко против того, чтобы Карабах находился в составе Азербайджана, в каком-либо статусе, самым высоком и так далее. За это выступают около 2%. То есть это в рамках статопогрешности. Значит, ну остальные кто-то не определился, кто-то не понимает там и так далее. То есть вот у нас ситуация такая, 90% против, 2% за. Власть говорит, что имеет мандат от народа. Но когда они шли на выборы, они не говорили о том, что Карабах, что они собираются, значит, понижать планку, и, значит, что Карабах может быть в составе Азербайджана. Что они могут признать, что Карабах в составе Азербайджана, по крайней мере, об этом. Соответственно, на это у них мандата нет. Второе. 73% населения Армении, согласно опросам, выступают против того, чтобы граница с Турцией открылась в результате уступок с армянской стороны по вопросам геноцида, Карабаха и так далее. В результате, что удовлетворение предусловий Турции. Этот вопрос тоже в программе действующих властей не был заявлен до выборов. Соответственно, на это тоже у них мандата нет. Поэтому, когда оппозиция заявляет о том, что эти власти нелегитимны, мы можем рассматривать это в двух плоскостях. Первая плоскость – это нарушение на выборах. Их было очень много. И действительно можно рассмотреть вопрос, что выборы не являются легитимными. Результаты выборов. Второй вопрос в том, что люди, которые выбирали действующую власть, даже те люди, которые их реально выбрали, они не давали, не уполномачивали их на то, чтобы сдавать Карабах. Почему мы можем это утверждать? Потому что, если они набрали 20 с чем-то процентов от общего числа избирателей, то 90% людей против. Соответственно, в любом случае, большая часть их избирателей против того, чтобы Карабах был в составе Азербайджана. И эту проблему озвучивает оппозиция. Другой вопрос, что оппозиции не удалось донести эту простую довольно схему, что власть сдает Карабах, а оппозиция не будет сдавать Карабах. И не только Карабах, но и вопрос геноцида, проблемы в Сюнике, и вообще задел на будущее. То есть, что эта власть ведет к большой войне против Армении. На самом деле, в итоге этим закончится. Вот оппозиция не смогла эту мысль донести до большинства населения. Поэтому поддерживают акции протеста далеко не, значит, 90%. Да, вот в этом сложность ситуации. Потому что кризис в любом случае, он есть. Есть политика, которую проводит де-факто правительство. Есть население, которое против этой политики. Но оно не всегда понимает, что это означает. Потому что власть использует такую терминологию, которую обычный человек не всегда понимает, что это означает. А вот какой вы видите выход из кризиса? Ну, имеете в виду, как закончится политический кризис, или как было бы лучше, чтобы он закончился? Ну, как побыстрее из него выйти, можно так сказать. Ну, я бы обрисовал идеальный вариант, при котором действующие власти, понимая, что они либо не справляются с подстрелёнными задачами, либо их задачи не сходятся с мнением населения Армении, с пожеланиями населения Армении. Либо они должны... Соответственно, делаю этот вывод, что либо их позиция, она не совпадает с населением, с мнением народа, они должны были бы передать власть правительству, программа которого соответствовала бы пожеланиям народа Армении. который мы видим после вопроса. Потому что всё время ссылаться на выборы, как они делают. Ну, мы знаем, что выборы в Армении, это всегда, если власти всегда побеждают на выборах. Действующие власти всегда побеждают. Поэтому апеллировать к выборам, ну, значит, тогда мы можем говорить, что все предыдущие власти тоже могли выиграть. Ну, вот мы же выиграли на выборах. Точно так же и они говорят. То есть победа на выборах, она не является чем-то таким, к чему можно апеллировать в постсоветских странах. Мы это прекрасно знаем и видим. Поэтому власти могли бы передать, если бы были действительно озабочены не сохранением кресел, а проблемами Армении, власть правительства национального согласия, переходного правительства, которое вобрало бы в себя профессионалов, а профессионалы у нас есть в разных сферах, которые смогли бы заняться этим вопросом. Я вам просто один пример приведу. Обычно на переговорах такого уровня задействованы бывают военные, бывают министры обороны, начальники генеральных штабов. Даже Израиль, вот когда переговоры был с Сирией еще до последнего кризиса, там были задействованы, например, начальники генштаба. У нас начальника генштаба нет, есть исполняющие обязанности. Не могут они назначить этого человека по своим политическим причинам. То есть безопасность Армении у них менее приоритета, чем сохранение своей власти. Это первый момент. Второй момент. На переговорах, как мы знаем, делегация Азербайджана, которая занимается делами, группа Азербайджана, которая занимается лимитацией демаркации, она вдвое больше, чем армянская делегация, чем армянская группа. Соответственно, смотрите, они набирают людей не по принципу профессионализма, а по принципу политической лояльности. Азербайджан набирает людей по своим принципам, но у них единая позиция, они хотят, чем больше, тем лучше. Соответственно, здесь непрофессионалы. Они часто не могут аргументированно возразить на претензии азербайджанской стороны. А учитывая, что их еще и меньше, то Азербайджан может просто эти претензии производить в больших масштабах, чем на это физически возможно дать ответ. Кто мешает сформировать большую комиссию? То есть мы видим, что либо здесь непрофессионализм или нежелание этими вопросами заниматься, либо что-то другое. Но в любом случае эти власти и по их действиям мы видим, что они не удовлетворяют, не отвечают тем вызовам, которые стоят перед Арменией и не могут их решить. Спасибо вам большое за интересное интервью. Спасибо. Спасибо.